Второй корпус новой школы на пятой просеке должен быть готов до конца года. На каком этапе строительство сейчас проверила глава Самара Елена Лапушкина. Здание рассчитано на 850 детей. Оно располагается по соседству с первым корпусом на 600 мест, который уже открыл свои двери для учеников. Во втором корпусе предусмотрено пять блоков. В одном из них разместят дошколят. Сейчас завершаются монолитные работы по сборке основных конструктивных элементов здания. Осталось доделать последний блок, в котором будет располагаться актовый зал школы. Параллельно идет отделка внутри готовых помещений. Практически завершены работы уже по подведению внешних коммуникаций. В самом здании уже собран теплоузел и продолжаются работы по внутренней отделке тех частей зданий, по которым уже закончены все общестроительные монолитные работы. График очень плотный, жесткий. Подрядчик предпримет все усилия по увеличению численности рабочих на объекте для того, чтобы успеть в срок завершить этот объект в текущем году. А вот на улице Ташкентской строительство детского сада идет с опережением. Графика на финишной прямой работы по отделке фасада здания. Выполнены все внутренние перегородки, завершили штукатурку и шпаклевку. Также в здании провели все внутренние коммуникации. Сейчас занимаются внешним благоустройством. В ближайшее время покроют чебенкой проезда вокруг детского сада. Все силы подрядчик бросит на подведение теплотрассы к объекту, чтобы внутри было тепло и рабочие смогли завершить внутреннюю отделку. Ввести в эксплуатацию объект тоже должны до конца этого года. Детский сад сможет принять 132 ребенка, причем 60 в ясельные группы. Идет строительство детского сада и на улице Подшипниковой. Раньше на этом месте был ведомственный садик от Минобороны. Потом здание долго пустовало, его подтопляло. Но после передачи земли муниципалитету здесь начали возводить новый детский сад. Сама коробка здания готова, идет отделка фасада. Из-за подтопления им потребовался дополнительный дренаж. Сейчас все проблемы устранены. Проведены внутренние коммуникации. Подрядчик подключает объект к тепловым сетям. Кровля тоже готова. С начала следующей недели рабочие займутся внешним благоустройством. Сроки ввода в эксплуатацию остаются прежними до конца года. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События.